Да, положительно, конечно, после победы. Единственная, опять, нервная концовка была. А так, в целом, отлично первый тайм. Во втором тайме был момент один, мы обсудили, когда получил взять мяч под контроль и спокойно войти в позиционную игру. Соответственно, таких отрезков хочется просто больше, когда ведёшь в счёты, чтобы не было нервных концовок. Вторая игра за четыре дня. Были какие-то сложности? Были опасения, что физики не хватит? Нет, опасений не было. Опять же, да. Мы в прошлый раз говорили, что похожие вопросы задавали по поводу тех ребят, которые были задействованы в первой команде в Махачкале. Здесь, в принципе, похожая ситуация. Тоже сделали тесты, взяли кровь и, соответственно, от этого тоже отталкивались в выборе стартера состава и отталкивались в плане распределения нагрузки, именно игровой. Там и Саша Хугулук в этом был заменён, Витя Акишот тоже. И несколько ребят, плюс ещё играли за молодёжную команду в пятницу, соответственно. То есть, по ним тоже были нюансы в плане подготовки. Поэтому опасений не было. Было просто понимание того, сколько кто-то сможет отыграть, а кто-то не сможет. Дима Александрова заменили в перерыве из бережливости? Почувствовал опять дискомфорт в бедре. Если помните, там, когда товарищеский матч играл, первая команда снили ногами во время перерыва на сборную. А, он пропускал? Да, он как раз потом восстановился после травмы, и, соответственно, в перерыве подошёл, сказал, что есть дискомфорт, мы не стали рисковать, и поэтому приблизительно. Насколько комфортно вам, как главному тренеру, когда футболисты уезжают в разные команды, в том числе в первую команду? Здесь вопрос не о комфортности, наверное. Потому что любой тренер хочет, чтобы у него была целая команда. Просто это, ну, работа тренерского штаба в любой двойке, я думаю. Ну, по крайней мере, у нас так. Спасибо. Спасибо.